Ксения Колесникова В воскресенье вечером двое молодых людей стали свидетелями семейного конфликта. Здесь, на пешеходном мосту в Царникове, кровь успела засохнуть, и ее частично смыл дождь. Мужчина в разгар пьяной ссоры ударил свою жену, потом он ударил ее еще раз. Женщина потеряла сознание, и осталось истекать кровью. Свидетель происшествия, Аллеса, решила не оставаться в стороне и, как полагается, позвонила в 112. Этот разговор и всю ситуацию Аллеса Зарыня описала в соцсетях. Сообщение вызвало сильный резонанс. По словам Аллесы, она объяснила ситуацию диспетчеру и сказала, что не знает, с кем ее надо соединить. С полицией или скорой. Девушка нервничала. В службе 112 ее связали со скорой, где Аллесе показалось, что диспетчер пыталась ее запугать, а не помочь. Сами разберутся, сказал голос по ту сторону трубки, когда молодая женщина упомянула, что оба участника конфликта пьяные. В конце разговора диспетчер бросила трубку, рассказала нашей съемочной группе Аллесе. В итоге бригада скорой выехала, а девушка сама позвонила в полицию, где на просьбу о помощи отреагировали, по ее мнению, куда более адекватно. В службе неотложной медицинской помощи говорят, что диспетчер приняла правильное решение, то есть направила на место событий бригаду. Но и ошибки были. То, где мы можем признать свою ошибку чисто по-человечески, это что диспетчер не был профессионален до конца в этом случае. Не были соблюдены все внутренние процедуры по отношению к тому, как вести разговор. В том числе то, что диспетчер не имеет права высказывать свое личное мнение и отношение, что проявилось в этом случае. Также диспетчер в конце разговора должна была еще раз подтвердить, что бригада в пути, говорят в службе неотложной помощи. И сейчас там продолжается внутренняя проверка. В полиции самоуправления Царниковы говорят, что в итоге пару они нашли, но те утверждали, что ничего не случилось. Эти люди не впервые попадают в поле зрения полицейских. Мы эту информацию всегда собираем и передаем госполиции, чтобы это уже было на контроле. Независимо, что они говорят, все в порядке, ничего не было. А ты смотришь там у одного, что-то кровь есть или еще что-то. Или соседи говорят, что эти конфликты каждый день. История вызовов и жалоб может пригодиться, если дело доходит до уголовного преступления и суда. В полиции говорят, что в случаях, если стали свидетелем насилия, надо сразу же звонить им. Они изолируют агрессора и решат, нужна ли помощь медиков. Если ситуация критическая, надо вызывать и тех, и других. В свою очередь, в пожарно-спасательной службе, которая отвечает за работу единого номера 112, не нашли нарушений и ошибок в работе их диспетчера, который принял решение соединить звонившую именно с медиками, а не с полицией.